И пауза оказалась даже короче, чем все мы ожидали, потому что, как ни странно, драфты уже второй карты начались. Мы возвращаемся обратно в нашу студию аналитики Dota 2 RUHUB. Напоминаю вам, что мы наблюдаем за Dota 2.11 сезоном, стадия плей-офф. В студии по-прежнему Smile, Ёжик, Jam и противостояние замечательных команд Hydra и No Sorry. Собственно, вот и драфты. Это уже экстренное включение, так сказать, прям нон-стоп. Они реально очень быстро начали. Абсолютно то же самое. А это точно, Тедра, это точно вторая карта? Может быть, у нас ошибка какая-то, запустили повторы первой? Ну, потому что очень похоже. Идентичные баны, идентичные пики и даже вторая стадия. Подожди, Висп разве был на первой стадии? Да, да. И был, был, был. Также Висп Угна, соответственно, Бэйн и даже Медуза. Сейчас Донбрейкер должен быть забанил, кстати. Да, да, да. Медуза даже была. А что, интересно, возможно, они такие решили там за кулиси, знаешь, Гоу РМК. Ну, типа, немножко не хватило. Гоу РМК по новой, типа, давайте. Нет, все, Сикер на третий банк, такого не было, это я помню. Ну, ладно, здесь уже не работало. Андайк был точно, я помню. Андайк, да. От Гидры. Андайк, да. Нет, ну, Гидра, я не уверен, что они будут так же добирать себе условно Рубиков. Все-таки нужно дождаться третьего пика, но Сори, условно. И вот тут уже интересный вопрос, кого будет, но Сори, пикать себе на пятую позицию. Потому что, если Йонт опять играет на белке, естественно, то нужно добрать какую-то пятерочку сильную против ТК. Удивительно. Йонт играет на белке. Кто бы мог? Не, ни разу не видел, и вот опять. Кстати, у Йонт в свое время, по-моему, был... Мне кажется, ему надоело уже. Мне кажется, у Йонт в свое время еще был Никс Ассасим сигнатурный. Я помню, короче, игру одну из тоже. Где-то то ли на этапах Кубки России он играл, в каком-то стаке и так далее. Короче, Никс Ассасим был. Знаешь, что он делал снизу? Там есть кемп с четырьмя деревьями... Четыре дерева, короче, такой стоит внизу. Он прям в него вставал и просто АФК первые пять минут стоял, четвертый левел, там лид шел. Ну, то есть, там как бы стратегия рабочая. Даунбрекер, кстати, да, приветики. Йонт очень много играет. На одном герое? Не, огромное количество игроков. Это правда, я не сомневаюсь. Мы с ним играли на шоу-матч, у него пул нормальных героев, но на Белке пока у него реально самый яркий геймплей. Возможно, просто его самый яркий персонаж в план сигнатуры. Ну, в прошлой игре я смотрел, ультимейты Рубика, которые он суровал у Белки, были гораздо лучше, чем ультимейты Юнда. Ну, это такое, знаешь, как дефолтная ситуация в любом паблике. Ты играешь на паджике, против тебя Рубик, Рубик ворует твои хуки, попадает семя, ты не попадаешь ни одним. И такой думаешь, да, или он, знаешь, как еще издевается над тобой, тебя покидывает телекинезом, отпрыгивает, еще хукает, короче, под телекинезом. Ну, прям суперкрутые Рубики. У меня такие встречаются, собственно. Что у нас в итоге? Тинни, слушай, пока драфт идентичен полностью. Они выиграны. Я даже баны. Пака забанил. Все, наконец-то. Кайф. Ну, Джеки Роса вряд ли сейчас будут опять же брать, но ссори, я не думаю, что стоит. Хотя Блэк Архангел очень любит на Джекира играть. Чувствую Аскольда на Вой Спирите. Конкретно против Джекира ничего не имею, но как героя. Но вот конкретное исполнение на Джекира, вопросики имеются. Не знаю, посмотрим, что будут брать здесь. Ну, ссори. Аскольда на чем-то находил? На Вой Спирите? Так Шторм Спирит тоже есть, как вариант. У нее 200, ну, из-за самых мощных персонажей. Это Эмбер, такие старые, и Войт Спирита. На Инвокере еще играл. Очень много. Инвокера обычно под кого-то берут, под какой-то сетап. Это правда. Желательно, наверное, ловкача, условно, на кого лакать. Есть экзортовый, можно поиграть спокойно. Да, 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 почему нет? Под ДК. Под ДК убивать по КД верхней лайн. Так на Сентити это показывали тоже. В восьмом сезоне. Шторм Штормер, пожалуйста. Шторм Штормер играл на экзортовом Инвокере, они брали какие-то комбинации. Там Спирит Брейкер, Мирана, что-то такое там летало. Врываешься в одного героя, просто кидаешь Санстрайк под ноги, и все. И практически любой кор умирает на первых 15 минутах. Много дамажа, честно говоря. И ничего. Очень линия линии какой-то. Но против ДК смотрится, честно говоря, что-то не очень. Все, бабка... Ну, слушай, это, мне кажется, поинтереснее, чем даже Джакиро тоже. Во-первых, ты с Крепочком. Там можешь навести шухера небольшого на линии предзахил. Бабка пятерка, Мирана четерка. А, ты имеешь в виду, нужен Крепоед срочно, который будет подъедать. Я помню, Биби Тим в свое время такого Крепоеда брали против Инчантрес. Это кого? В виде паджа. Падж. Санэйч играл. Ну, кстати, смехом-то у меня не так давно была игра в паблике, падж лесной был. И, как ни странно, он был очень полезен и эффективен. Это нормальный герой. Он лесу за пять минут, он нафармил там почти шестой. Ну, знаешь, как игра пойдет? Вот это ты приходишь на легкий лайн, спрячешься в кустах, тянешь по тауру, убиваешь, все, игра пошла. И дальше можешь чего-то делать. Это нормальный герой против Инчантрес. Ты каждого Крепа просто берешь и хукаешь, и не паришься. Ну, последний раз я видел именно на... По-моему, на прошлом, в прошлом сезоне, да, цел Санэйка брал, если не ошибаюсь, Пуджа на пятерку. И как? Выиграл, как ни странно. Ну, так я тебе как раз про это рассказывал. Ты про нее, да, рассказал? Да, да, да. Я не слушал. Ладно, простите. Я слушал, я просто пытался вспомнить. Прости, я не слушал тебя. Котел, ой, мое уважение, игра, походу, затягивается у нас здесь. Но тут с котлом отличная комбинация, собственно. Здесь пока что ноль вопросов вообще. Котел, а сколько у него прям тот самый пул? Я вот два человека, у которых постоянно Эмбер Спирит. Это Манник, с одной стороны. И с другой стороны Аскольд. Постоянные. Эмбер Спириты уже на регулярной основе появляются. Я тут, знаешь, задумался нам с Вержиков что-то скомментировать. Да, я тоже думал, типа, будет ли он меня слушать во время комментирования. Ладно, соло будешь, Саня? Походу. Да ладно, я сейчас еще буду, конечно. У меня бывает такое, что... Нет, когда залипаешь. Какой-то... Ты пытаешься вспомнить какую-то вещь, тебе человек рядом сидит, говорит вот про какую-то песню, там, не знаю, фильм, персонажа, он тебе вот говорит, а ты все равно пытаешься сам додумать, и ты его не слушаешь, как бы, игнорируешь. Очень часто, когда комментируешь так, там, говоришь так, Марс там появился... Да, ты как-то пытаешься мыслить свое запутание. Травела, стики, образно, там, не знаю, что-то, вот, передаешь вот, как бы, слово второму комментатору, он говорит, о, у Марса появились травела, стики. А это бывает такое. Ты такая смотришь, нет? Да. Это, я так понимаю, было на прошлой карте, да? Это всегда. Всегда. Ясно. Это всегда. Шторм. Шторм в Эмбера на линию, ну, здесь все понятно. Вообще комбинация лютая уже, если посмотреть. Эмбер под котлом, это просто очень много дэмэджа, это очень неприятно, это бесконечные фисты, бесконечные привязки, которые в тебя залетают. Просто невозможно передвигаться. Тут мастхэв, наверное, БКБшки собирать, в корм точно уж. Ну, против Шторма хотя бы тут есть уже. Ну. Чем его ловить. Ты имеешь в виду для Гидро? Ну, да. Да, я сейчас пытаюсь для Но Сори придумать варианты, потому что у них есть контроля по факту кто. Шторм с Вортексом теперь и Копьё Марса, да, если он нормально закострил свой способность. Ну, бушвак мало. Ну, бушвак такой все. Ну, я бы не назвал это прям жестким контролем. Ну, так, это больше небольшое замедление, не знаю, там, как придумать руты какие-то, вот. Проблема в том, что героев первой позиции, метовых тем более, с хорошим контролем против пика Гидры довольно-таки маловато. То есть вспомнить сразу, наверное, фейсосвой с храносферой, в принципе, какой-то условный, который в бане, да. И, в принципе-то, вот таких прям самых популярных единичек с классным контролем против ребят из Гидры, ну, пока не видно. Это там как классическая Медуза сейчас. Ну, ЦК еще есть в опции. ЦК. ЦК, они как ни крутя, он все еще не в бане. Да, у него там не инстастан, да, у него вот эта вот анимация полета снаряда есть, ты там успеешь, что там условно даже... Ну, опять же против Эмбера. Ну, я согласен, это не то, что хочешь видеть. Тебе нужен прям реально герой с инстаконтролем. Вот, Хекс. Хекс, Хекс самое лучшее, что можно придумать. Ну, возможно, Эбисол там какой-то еще. Ну, как раз об этом и была речь, что Белка на четвертую позицию, это, конечно, все хорошо, и она вроде как и там может как-то привязать, у нее ультимейт неплохой, да, против ДК, но есть очень много четверок, которые тебе уже превентивно позволяют запретить мобильных героев, да, ты берешь Эду Шамана условно, который кроме того, что еще и имеет инстаконтроль, он еще имеет змейки, которым можно подпушивать объективы, как-то драться круто, да, подцеплять кого-то. Вот этого не хватает очень сильно пиком, но сори, постоянно, причем из-за того, что они постоянно пикают Белку. Вот этого, конечно, ну или хотя бы вместо Энчантрас, то есть Энчантрас, я здесь вообще пока не очень вижу ее в игре, вот колоссально. Ее Коттл сдувает, ее Эмбер Спирит привязывает чинами, спокойно забирает через Фисты, через Ремнанты, она вообще здесь ничего не делает. Ну что она, что Белка, тут две булки будет бегать против Эмбера. Да, да, да. И Шторм Спирит, ну вот Шторм Спирит как единственный кое-какой контроль с Вортексом, с Аганимом, но до этого даже есть еще надо. Нет, в ВКБшке появится, как бы и штоковый контроль. Он еще в ВК, а, ВК забанили как раз. ВК в бане как раз таки, да. Он неплохо вписался бы для Гидро как раз таки, я думаю, что для них это... А, МК хорошая. А, МК еще есть точно, да. О, привет, Марс на линии, судя по всему, да, Манки Кинг будет тебя палочкой стукать, если ты не попадаешь вдруг внезапно с тремя стаками, когда на тебе уже по сивочке копьем, ты скорее всего умираешь. Вот, поэтому нужно будет нормально здесь контролировать. Ну там нет, там трудно эту ситуацию. Трудно кого-то забрать, там Бушвак будет залетать, Орехи, Копье. Посмотрим, не знаю. Год с Ребюком отталкивать будет. Ну, а Темпларка, в общем, не решили... Теперь она на единичку пойдет. Не экспериментировать в плане... Теперь единичка Темпларка против ДК. Давайте теперь на это посмотрим. Ну да, здесь нет, правда, Рубика, здесь есть Коттл, хотя история примерно та же самая. Это рефракшн должен впитывать с полы. У Гидро чуть по перспективнее смотрится это все. Темпларка, по-моему, МК не пробивает в арене. Много дизейблов на Шторма. Их... Гидро поинтереснее. Да и по исполнению, откровенно говоря, на первой карте, учитывая, как исполнили ново-стори, Гидро смотрится сейчас гораздо веселее. И могут даже стомп какой-то показать, учитывая, какой у них драфт. Они могут просто бегать, миллион киллов делать вместе с СК. То есть, переобучка. Переобучка, я понял. У тебя тоже? Нет, я буду гнуть свою линию, продолжать. В целом, для меня изначально Гидро было тут более фаворитом в рамках этой встречи. Но я не могу сказать, что у них пока идеальный плейстайл, идеальное исполнение, поэтому все может быть на второй карте. Давайте посмотрим, что наши друзья из Винлайн думают касательно этого противостояния после первой карты. 1.21 на Гидру, 3.4 на NoSori. Соответственно, коэффициенты немножко изменились, теперь Вера больше в Гидру, и мы все дружно топим за Гидру. Но, как показывает практика, не все так просто бывает, и камбэк из рил всегда. Ждем начала второй карты, в любом случае, и будем пристально, особенно я буду пристально смотреть, с Энтемпларкой в легкой. Давайте, смотри, тебя пошел. Давай, ты, Серега, я смотрю нормально, да, прям посмотри в кадре. Счастливо. Пошел. Собственно. А мы, к сожалению, пока не можем так сделать. Или можем? Ты разве не хочешь посмотреть на Гидру, NoSori? Нет, мы не выйти из студии. Я могу иметь в виду, взять раскладушки наши любимые здесь, разложиться прямо сейчас перед камерой, смотреть игру, потому что пока что игра, скорее всего, не стартанула, наверное, пауза стоит, поэтому я пока что просто закинусь энергетиком. Кстати, Торнадо Энерджи, мне очень понравился манго, но у оригинала пока получше. Вот топ-1 оригинал из всех, что я пробовал, манго топ-2. Не забывайте, кстати, кликать по баннеру по трансляции и выбирать один из 11 вкусов, потом пишите в чат, какой вам больше понравился. И также пишите в чат, если вы узнаете, что за вкус оригинал, в итоге на что он похож, потому что я пока не придумал. Да, там очень тяжело, на самом деле, это придумать. Ну, действительно вкусный и оригинал, и как она от манго и манго. Кактус, кстати, тоже очень неплох. Кактус вот у меня... Тону, ты его постоянно от себя подальше переставляешь, да? Ни в коем случае, такого не было. Ладно, ладно, не будем раскрывать своих, сдавать. Вот. Я бы, конечно, задал вопрос режиссеру, но, скорее всего, пауза. Очевидно, пауза. Нет другого объяснения, почему мы до сих пор не стартанули. Возможно, парни решили заранее, так, знаешь, побыстрее надрафтить, потому что драфты у нас реально... Ну, раньше срок начались. И потом мне паузу поставить, чтобы доделать успеть какие-то дела свои. Не знаю. Хотя вроде бы... В общем, какой день недели, подожди? Пятница. А-а-а! А-а! Это многое объясняет. Простите, я-то думал четверг. Я уже потерялся окончательно, собственно. Поэтому все понятно. Да, ну, игра-то должна быть, по крайней мере, интересной. Вторая карта. Тем более, что вот ты говоришь, посмотри пристально на темп-арку, но здесь в темп-арке все-таки немножко тоже другая ситуация. Она все-таки играет еще и к тому же против котла, а не против Рубика. Хотя, я говорю, концепция, она примерно похожа. То, что ты должен впитывать рефракшеном урон. Да, ты лишаешься какого-то количества демэджа за счет Брестфайра, но, мне кажется, это на линии не так сильно повлияет, поэтому темп-арке пока, в принципе, линия смотрится не так повлияет. То есть, ты не веришь в ICQ? В ICQ я верю. Слушай, ICQ вообще первую карту играл великолепно. Смотри, ты кидаешь Брестфайр, минус демэдж, у тебя приятнее анимация атаки, ты все обденаиваешь, не даешь там парке фарми, там все дела. Ну, это тоже да. Я к этому вел. Ладно, посмотрим, как будет все на практике. Посмотрим, посмотрим, да. Наконец-то у нас начинается эта невероятная вторая карта. Гидра против NoSori. И, кстати, у нас, возможно, сейчас будет ФБ от Гидры. Да, на первых раз, ну, блин, с другой стороны, ты на первом ловле, наверное, стан на ДК не особо, хотя нет, стан на ДК нормально. Нормально, 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 да. Аскольд. Так. Аскольд немножко отступает. А здесь ICQ, кикты и ковал занимают свою территорию. ИМК, кстати. Я думал, это Курьен, ну ладно. А, да? Да. Ясно. Так, Орен далековато зашел, бомбный страйк. Ну, я не думаю, что какого-то заберут, просто пробьют. Очень больно, но фрага здесь пока не видать. На первом левеле, кстати, тяжело будет вообще-то Пларки, так как у нее Мелт на первом. У нее будут задувать плюс... Ой, Вард, по-моему, очень хорошо кикит забрал. Угу. Плюс денежку плюс экспул. Ну и, собственно, на этом пока что все. По две баллунтеруны должны забирать обе команды и спокойно расходиться по линиям. Если кто-то где-то вдруг внезапно не подставится, вот прямо сейчас, например, то... А! Они даже три могут забрать, да? Да? Или нет? Две-две. Две-две, да? Все, окей. Я просто думал, что они, возможно, три заберут. Там вот снизу драка, кстати, в лесу у команды Гитра намещается. Ой, Рарри. Рарри прилично, надо бежать. Надо бежать. Что ты... Либо хилинг селф, либо база, но хилинг селф дал все-таки. Нас кикт. Хотя это, опять же, потраченные ресурсы практически ни за что. Поэтому... Рарри, конечно, неприятный старт. А если кью? Пока Дрим не накинул Мэлт, надо как-то под, опять же, импетус это все сделало провернуть. Ну и там пока три армора, не так много. Бак Архангел выдает ему станчик АСК. Дрим секьюрит Рэнджа зато за счет Мэлда. Ну, пока ноль крипов у Драгонайта. В этот раз Архангел лучше начинает гораздо на линии, потому что очень хорошо протекти в линию. Постоянно Хараси Драгонайта. Пока у него пассивки нет, пока ничего нет. Его можно пробивать. Собственно, пользуется этой опцией. В миде неплохо начинает, я смотрю, Штормсферит. Ну, в принципе, как и Эмбер, там плюс-минус равное должно быть противостояние. Мне больше интересна вот эта линия, как здесь бабка вместе с Манкикингом стоят, потому что, как по мне, когда бабка получит второй левел, с Манкикингом они могут уже легко фраги делать. Да, да, да. Тебе за счет печеньки там МК там подкидываешь, у нас так и пассивочку, мазлы страйк. Не знаю, с Марсом, наверное, вряд ли справиться, но с Белкой вполне себе. Белку можно ловить и наказывать за наглость. Мне кажется, и с Марсом почему нет? Ну, хотя бы, знаешь, прогнать его под вышку. Копье, копье. Ну, копье, да. Опа, Дрим забирает Ковала. Вот это поворот. Вот, собственно, почему я и хотел наверх посмотреть. и Манки Кинг погибает снизу внезапно. Асхира забрал его и Баб сейчас погибнет, возможно. Ну, что ж. Это уже печально. Не зря, не зря у меня были сомнения начать второй карты, что, ну, не будет все так просто. Конечно, начало очень хорошего, но, сори, уже тысячи голды за ними. Да, да. Начало приятное. Посмотрим, как дальше будут опять же это начало реализовывать. Ой-ой-ой, Дрим не забрал Крипочка. В итоге сейчас Драгон Телзо, дочка. Ну, нет, успевает уйти. У Тэмпларки все хорошо на линии. Драгон Найт, конечно, пока что страдает. Снизу погибает Марс, правда, ответочка внезапно залетает от команды Гидра. Ну, вот, как я и говорил, второй левел у Бабки появляется, печенька, закидываешь Манки Кинга, он под пассивкой, Банла Страйк, и кто-то да погибает. Собственно, в миде пока что немножко проседает Аскольд, но это мелочи. Я думаю, что для Эмбера он наберет свое. Именно Шторма против Эмбера. Мне кажется, Штормом поприятнее играть, хотя бы за счет того, что ты рейнджевик. Вот и все. Ну, да, да. Тут плюс 100 Эмбера, раскачка 22-0, соответственно, немножко тяжеловато ему сфармить лес. Ну, ошибся, погибнет Лин. Сужив. Не, стики, 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 феррик. Ну, все равно много, много из него убивают. Он хотел кларетку, так понимаю, сбить Йону, не попал просто. Ну, да. Ну, и еще, опять же, страшного, фактичного нет для МК. А, для бабки? Уже неприятно. Хотя, разворотик, Йонт настакивает. Ну, не, бабка здесь уже не успеет печенечку накинуть на помощь. Ой-ой-ой, хорошая палка. Получилось. И пассивочку себе настакал, и немножко пробил Ласт Хиром. Приятно, приятно. Драгон, на те время реабилитировался на линии. Я смотрю, несмотря, что у него старт был очень плохой. Сейчас у него уже 10 на 2. Там, немножко проседает по фарму относительно там парки, но в целом, у нас хит свой имеет. Самое главное, чтобы Иксбук получал, и как можно быстрее шестой появился. Уже веселье начнется. Ну, а МК, МК что, тоже, в принципе, на фрифарме уже находится на линии. Так, Йонт. Здесь перетяжка пошла. Куда-то телепорт делает Манник. Видимо, за руной хотел сходить. Ну, сходим на базу, возможно, за за руной. На Драгонайте нападает, пока он остался один. Собственно, пользуется этой уязвимостью, но что-то... Ой, какой импетус напоследок с оттяжкой залетает, но все-таки ДК выжил. Ну, пока перетягивался котел, решили воспользоваться. И он Драгонтейл в крипа, при этом еще потратил, поэтому, да, все, как бы тут логично. Ну, я решил на этом не акцентировать внимание, но да. Не, ну, не, тут не какая-то ошибка он просто отбивал его, поэтому я поняла. Так, а вот, собственно, да. Кобья потратила, комбинация пошла. И ласкиру сейчас может... Ой, 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 Рарри, ну ты что, Рарри, ну как так-то? Ладно, бабку успевают убежать там в туман войны. Рарри дальше пошел. Рарри просто, да. Не сдается. О-о-о-о! Что вы делаете? Ну, он умрет, или нет? Феррик. Ай, Феррик, стики потратил, все потратил, бежать, 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 там прыжок уже и все нормально выживает. Спасибо большое, говорит, и от Ласкира подвез Монки Кинга поближе. Ну, собственно, да, вот такая вот ситуация. Интересно получилось. Что ты будешь делать с копьем вообще что-то? Ну, он по крипам целился, понятное дело, но в идеале бы, наверное, еще и по Ласкиру попасть. Тем временем А у него просто Блэк Архангел ворует крипов из-за этих стагов. Прекрасно. Минус экономика. Манник подтягивает Эмбера. Эмбера вообще не страшно. Подворовал крипов, чисто пришел в котел, нормально говорит. Половинку я заберу в казну. Ну, это за перетяжку, извините. Да, да, но Блэк Архангел пытается мешать здесь всячески. Ну, Драгонайт оставили одного против Темпларки. Драгонайт, в этот раз, конечно, не такой богатый с линии вышел. Это Пларка гораздо богаче, но оно неудивительно. Ну, ДК много не надо. Да, экспу получаем. Нормально, все хорошо. Два брасера его не вититит. Два брусочка. ой, китет. Хотя, ой, печенька не попал, привязка. Сейчас будет еще. А сейчас еще накидают. Маны есть? Маны есть. Ну, не знаю, насколько резонно туда привязка. Через секунду привязка. Ай, не успел немножко. А сколько? Норма, в хорошем пришел. Вот теперь уже можно будет дальше. Да, тем более, что прогнал очень сильно Маника. Он там пока восстановит ресурсы. Вот за баунти он только-только идет. Эмбер в это время пофармит. Нормально. Ничего сверх страшного не потерял. Да. Время на Манки Кинга нападает. Но, кстати, он сейчас может умереть. Рария. Не-не-не. Что, Рария вообще? Да что ты? А, Глиф, Глиф, Глиф. Ладно, все. Глиф. Фух. Я уж думал, он просто не попал в очередной раз. Отлично сыграно, кстати. Вот команда на уссоре здесь. Асики проседает. Убегает. Да, вот она, сила темпларочки на линии в один-в-один. Против ДК, конечно, тут Асики вообще ничего не может сделать. И по надворцу очень сильно проседает ДК. 2-100. Это маловато. Хотя и Рарий недалеко, на самом деле. Ну, с другой стороны, смотреть на криты по 80 тоже мемно. С Мелда. При ДК. Ну да. Это тоже верно. Аскольд в центре. Под ним, опять же, котел. Реализует, пытается связочку котла плюс Эмберспирита. Ну, подпушивают, я бы сказал, просто линию. Пока есть такая опция. Там катапульта просто и могут сейчас вышку поломать. Забрать достаточно рано, ты один вышку в миде всегда приятно. Есть у снова нападение на МК, но в этот раз тут три героя. Копьё залетает. Вот. Ой, печенечка от Бога сейчас. Ну, не хватит. Не хватит здесь Аппила. Или хватит Ра... Ой. Печенечка от Бога на смерть. Нет, ну, слушай, а какая еще ситуация была? Ну, выталкивать его дальше, там, шторм... Шторм... Шторм бы полетел, просто тебя бы добил. Ну, да не, конечно. Я к тому, что здесь он хотя бы мог бы хоть какой-то разменовать в эту ситуацию. Маник, привязали его, кикт, а вот так уже можно попробовать. Дочка, но Маник монтует. Как же он за его идил здесь. Красиво. А там, кстати, тоже треугольник на стаканное. Смотрю, у нас ссори. Немножечко. Для темп ларки, для Манико. Для темп ларки, я думаю, в первую очередь. Ну, АДК, но я не растерялся, просто выхищу вам почти сломал. Сюда темп ларка, СДД, перетянулась, но ДК пока в форме, ничего не боится. Одной темп ларки точно не боится, вроде как. Хотя вот, ближние твички от вышки лучше не получать, наверное. Но вышка почти упала. Опять же, не забрал за первую форму, заберет за вторую, скорее всего. Миди, кстати, вышка тоже достаточно сильно пострадала, если так посмотреть. Да, но Блэк Архангела здесь не пробить пока что, кистами. Захил там все. Про скачку Блэк Архангела бы посмотреть. Если там в 3 Nature Attendance, то тут может Блэк Архангелу чуть ли не соло это все дело дефать. Потому что, если, если, Аскольд потратит 3 ремнанта в эту инчу, то придет помощь сразу же от Носори, и они спокойно могут этого Эмберспирита и забрать после того, как он Блэк Архангела взберет. Ну, судя по импетусам, там импетус не должен быть замахшен в 3, я так думаю. Загадка Жака Преска. Так, снизу минус Снэк Файр. Понимаю. Ну что ж, пока что плюс-минус качели у нас небольшие происходят на протяжении уже 10 минут. Чуть-чуть получше себя чувствовать на Усори, да, ведут и по золоту, и в принципе немножко. Но опять же, за счет того, что два Афкора пока что не дофармливают у команды Гидро. Ну, с другой стороны, Аскольд, наверное, будет пока основным плеймейкером, плеймейкером, каким-то там, не знаю, инициатором по карте, потому что, ну, вся надежда на него вроде. Да, да. Ну и Марс. От Марса, конечно, ждем пораньше Блинк Даггер, какой-то активности тоже, но Сори, хотелось бы увидеть. Так, здесь, Моаник улетает, уф. Ну, Аскольд забирает руну спокойно, инвиза. Да, вот, неприятно в такой ситуации Штормспирит играть против Эмбера, да, насчет руны, если мы берем, то, что тут Эмбер постоянно может оставлять ремнанты и 100% в случаях руну забирать. О, ничего себе, что я вижу. Небольшая перебывочка от наших друзей из Винлайн. 1.92 на команду Гидро 1.78 на Носори. Несмотря на то, что, ну, прям ярко выраженного Смог от Гидры втроем. Будут, возможно, пытаться Дриму как-то спануть. У него нет ничего. Я не думаю, что его в топ, может быть, перетянутся. В топе Ньча ее попроще вроде бы забрать, плюс там катапульта и под нее потом можно вышку немножко поломать под форму Драгона и это успеть. Ну, вообще, по-хорошему нужно выходить на треугольник. Я не очень уверен, насколько это выгодно смаковаться, чтобы убить Блэк Архангела, который просто в топе дефленный. Да, еще один хистый. Так, критяшка. Там ответное нападение, правда, на Драгон Найта, да, но Драгон Найта скорее всего здесь продадут. Ну, такой себе размер не очень выгодный для Гидры, как по мне. А сколько рядом? Ну, я... Но арена есть. Ласхера вообще пофигу, если честно. Ну, тут заплевочек на классный файр уже не пофигу. Уже не очень. Так, ладно. Это уже неплохо. Забрали Ласхера в миде. Тем временем на Дриму. Нападение Дрим. Пытается убежать, но сюда уже перетяжка идет от Гидры. Очень хорошо затолкала Коваль сейчас Дрима обратно. Это минус Темпларка внезапно. И дела-то уже налаживаются у Гидры. Они сейчас вышку заберут еще в миде. Да, но, сори, сами какие-то приколы устраивают себе. Я не понимаю. То есть, Блэк Архангела в топе убивают? Да продайте в это Блэк Архангела. Зачем мы... Ну, хорошо, разменяли себе СиКью. А дальше идти, ставить арену, куда-то тратить арену. Но при этом, за счет того, что вы потратили арену и у вас Марс еще и был убит, вы не можете поддефить Темпларку. В общем, действия очень, конечно, странные от Нуссори, действительно. Но у Гидры сейчас все гораздо лучше. Это прекрасный просто период времени, который они провели. И... Они могут даже за счет этого немножко откомбейчить. Рари, правда, очень далеко. У Рари все печально вообще в игре. 4 700 Нетворта. Это да. Ставится пауза пока что. Прям под Скоттерблаз, кстати. Блэк Архангел должен погибать. Ну, а что там? У него есть стики, может быть, какие-то? Или что-то такое успеет там за хилочку нажать, поманцевать. Там Коттл. Коттл рядом. Да понимаю. Ну, там как бы кто-то еще рядом снизу. Это кто-то Марс. Он без арен. Ну, без дайгера. Он, возможно, просто откинет копье, поможет как-то. Ну, давайте смотреть. Да, это посмотрим, посмотрим. Умаева или не Умаева? Вот в чем вопрос. Хм. Так, возвращаюсь на Пларка. В данный момент, несмотря на то, что Гидро провели неплохой отрезок, у нас, sorry, все чуточку выглядит получше, учитывая, что это Пларка с хорошим натворством, и Шторм Спирит недалеко, и Марс также не отстает, а вот у Гидро чуть-чуть отстают МК плюс ДК. Это не очень хорошая история. Так, он паузит, смотрим на ничью. Смотрим. Ничего. Пошел. А, ну, забили, забили. А вот и все. А вот и все. Да нет, нет. Ой, а тут минус Капьё. Ой, как же Аскольд Массив. Прям как я в бою. Ой, простите. Вернулся от всего просто бегай на ноге. Реально. Ладно, это еще не конец. Драка продолжается. Привязка на взоросе по двоим. Пошла арена. Хорошая арена. Ой, сюда бультимейт Снэпфайр сейчас. Но, по-моему, эта драка будет выиграна командой на Уссуаре. Коваль, еще печка ему должна залететь, он погибает. В это время Манки Кинг расправился, кстати, со штормом. Привязка. Арена от Манки Кинга. Шикарная арена. Да, ребятки, по одному, по одному. И этого еще ловить. Блок Архангел трипл килл делает Рарри. Ласкира сюда возвращается уже Си-Кью. Прибегает на помощь. Будет стан сейчас. Это будет минус 4 в сумме в размен только на двух саппортиков. Шикарная драка. Да, ну, сори. Второй раз они этого Блок Архангела спасают. Причем все началось с такого рофла. Реально, отдайте в эту ищу. Этот Эмбер, который увернулся от всего, просто на ноге пробегает туда-сюда. В итоге это обернулось тем, что вот ты говорил буквально минуту назад, как же все плохо у Рарри по Нетворцу. Он сейчас внезапно стал по 2 в своей команде и топ-3 на карте после вот этих разменов. И Блинк Даггер появляется у Драгонайт, и теперь еще и инициация нормальная есть. Шторму теперь спокойно не побегаешь. Ни одному герою спокойно по карте не побегаешь у команды Носори, потому что тебя всегда поймают. Я не знаю, но Сори, они, видимо, играют по принципу один за всех, все за одного, потому что они спасают Нью-чу второй раз. Брат за брата. За основу взят. Ну, или так, да. Они спасают ее второй раз, и второй раз они натыкаются на идеальную драку для Гидро, если бы это был Йон. Это Йон, да. Как же быстро его стерло. Но, собственно, вот она, реализация Блинк Даггера уже пошла. Форма у Драгонайта заканчивается, и сейчас можно даже подраться в лесу Пайти, пока формы нет, и после того, когда формы откатят, пойти до пушки одну из вышек. Т-2 желательно. Ну, да, да, да. Я не знаю, но Сори, все грустно резко становится, причем потому что у них очень сильно сжимают по территории, да, то есть лес полностью под контролем Гидры. В треугольник выйти довольно трудно, потому что там есть мобильный Амберспирит и ДК, которые могут перетягиваться, еще и Коттл постоянно подпушует центр. В общем, но Сори, прям беда-беда. По позиционке на карте и по макро сейчас Даггер появился у Марса, но вот за счет этого можно какую-то драку хорошую провести. Главное, напасть первыми. Отделось бы, да, и вроде как группируются вместе сейчас, но Сори. Темпларка, что вот у нее по артефактам? Там, наверное, не так много должно быть. Там вот вопрос только в том, что будет в приоритете. Обычно Дизолятор, как правило, по-моему, нет, по-моему Дизоля нет. Дизоль, потом Блокинг Бар и потом Блинг вот примерно так делают. Обычно, Марс с Блингом, который ворвется, есть Шторм, который ворвется. Тебе, в принципе, Блинг так быстро не нужно собирать, потому что ты можешь собрать артефакт на защиту плюс на урон. Мне интересно, в каком порядке просто это будет. Кстати, Смог разбили, но Сори, но уже ушли оттуда Гидра. Сверху могут им канцликнуть. Рари! Рари! Убегай, братик! Рари! Нет. Так, ладно, подождите, возможно, он сейчас еще отобьется. Он выживет, он должен здесь... А, нет, Шторм! Рари! Ой, монструет! Будь здесь какой-нибудь Драгонайт рядышком, я не знаю, либо там Снепка, либо еще кто-то. Подождите, а Топлак тоже погибла, кстати. Диверсер, она погибла. А, да, один в один. А кто забрал ее? В четырем они забрали ее. Пока погибал Рари в это время? Собственно, тогда баланс. Все нормально. Драка продолжается, Эмпетасы летят, врывается Шторм, забирает Эмбер, сбивает трехкратный Стрик с него, ничего себе. Нет, там сейчас тоже заберут. Нафидели. Гидра по итогу Кики тоже погибает, даблкил делали, кстати, Блок Архангел, ничего себе. А, Драгонайт, пошел, да куда ты сидишь? Ребята, я тоже в таверну хочу. Вот так вот примерно говорит он, это не вайм. Ой, ладно, это просто жесть. Вот сейчас у меня было ощущение, что Гидра, они вообще ни в одном дискорде, ни в одном тимспике не сидят, потому что у них ДК идет по реке, идет всю эту территорию, он даже показывает, по-моему, рисует на карте, где он шел, он все это проходит, пытается прибежать к своим тиммейтам, а тиммейты, они идут вперед, они не слышат, они не понимают, они не понимают, что они вчетвером, играют сейчас при четверых. Последний раз я такое видел от Матумба, если честно, на мажоре, когда он там тоже всю карту прошел тычком. И потом он приходит и еще и погибает. Да, вот тоже самое. Гениально. Да, и где он сейчас, как говорится. Ну да ладно. Вроде как все было неплохо у Гидры, Рарри опять там откатился назад по Нинфорсу куда-то. Но все еще может измениться. Ну это качели, качели не сильно раскачивающиеся на постоянной основе, но кто одна команда хорошо проведет какой-то выход, кто вторая. И причем обе команды совершают невероятно глупые какие-то ошибки по передвижениям и возможно по коммуникации. Не знаю, честно говоря, с чем это связано, особенно в зоу-стори арена. Для того, чтобы увидеть на фаер, еще шар-шутер. Ну нормально, да, но с другой стороны полторы минуты без арены. Полторы минуты без арены, при том, что у МК как раз есть вулкогс команд, у ДК скоро должна откатиться форма, Эмбер Спирит рядом, у которого есть Милл Штром, он тоже может много дэмэджов нанести, поэтому не знаю, насколько супер это реализованно, тем более, что через 15 секунд бабка уже появится, можно нажать смок спокойно. А у Темпларки БКБ нет, поэтому Темпларку забрать очень легко и Темпларка сейчас вообще не боятся. Посмотрим, боятся или нет. Потому что пока что игра вроде как успокоилась, просто продолжают фармить. Точечные фраги, но вот опять же, точечные фраги всегда приятно, да, что ты там прыгнул, где-то забрал саппорта, но ты ничего не делаешь взамен. То есть у тебя, у соперника сверху даже ты один остался стоять после фрага, которого вы только что сделали. Вы даже не перетянулись, вышку не забрали. Вот. А у вас уже как минимум минус 2 тавера. И сейчас какая-нибудь проигранная драка скорее всего будет минус 3. Вот сейчас уже наверх перетягивается гидра и они готовы ловить людей. Но вроде как на усторе успевают оттянутся. Окей. Так, БКБ хочет себе еще ACQ. Вот, Шторм собрал, Блокисуар. Ну все, теперь игра началась. Шторм готов врываться, теперь вот котел первый. Котел первый в таверну отправляется он, следующий, следующий в котел отправится сейчас кикет. Котел. В таверну, в смысле, вместе с котлом. Да, минус 2 сапчика. БКБ 9-секундная потрачена, но это даже на самом деле сейчас не так важно, сколько важно, что забрали двух саппортов. Опять дали пространство, еще заработал себе золото Манник, и еще дали больше преимущества темпларке. Закидон, конечно, хороший от гидры получился. И это не первый. Ну вот этот вот, который они последний сделали сверху, пока что он дает о себе знать, потому что сейчас уже 5к перевес, БКБ готовы. Кэмпларки, я так понимаю, дезолятор БКБ, они готовы сейчас выиграть драку, забрать Рошана, идти уже пушить. Я пробовал, но сори. Да, это да. Ну, это супер логично, тем более, у них еще и есть Марс, с которым драться в Рошпите не очень хочется. Да, там, вукунгскомат, да, там форма ДК, но, тем не менее, это не самая приятная все-таки будет история против арены Марса, там, пларки и так далее. Манник, тем более, БКБ кулдаун 10 секунд, но за 10 секунд Рошана не заберешь. Аскольд идет вперед, привязали Шторм Спирита, дальше контроль всего как-то не представляется возможным, иллюзии берет ICQ и, соответственно, сбивает с себя эффект трапы и отступает Манник с Йондом. Что, гениальный ба, типа, я иллюзия? Это, кстати, нормальная тема, иногда работает. Так, хорошо, хорошо. Мем будет и сейчас все вкастует в ICQ здесь. Там погибает. А в это время бабка где-то погибает такой, оп-оп-оп-оп-оп-оп. На, слава, внезапно, это не иллюзия, пацаны! Парни, он нас обманул, БКБ заставили прожать, ICQ под фокусом сейчас пытается уйти. Ой, как же ему больно, как же его тут пробивает, а тут арена Тварца! Рари успевает спрыгнуть каким-то образом, его не зацепило, но зацепила привязка, в итоге расстреливают сейчас Эмбера. Эмбера очень больно, Эмбера забирает, опять фидят, Гидра, да что же вы бы... Они, они просто умирают, я не знаю. Ну да. Настолько это... Да такой чинфид. Да, я не знаю, они просто... две команды играют, что-то Рари нападает, куда? Вокруг команды нет. Ну окей, пластыра могут быть. Пока башки нет, как-то, да. Ну нормально, нормально, окей. Слишком опасно играет и одна и другая команда, то есть Носори не отдают Блэк Архангела максимально, у него, кстати, там доминейтинг уже на ниче, а Гидра, Гидра тоже, они максимально веселые какие-то интересные му, она показывает с иллюзией ДК, которая станет неожиданно Шторм Спирита и подобными вещами. Двадцатая минута, два БКБ у Носори есть, нужен Рошан и спокойно идти и давить Гидру. Нет, но перед этим надо драку еще одну выиграть, в любом случае. Наверное. Ну, Вокруг с командой Я не знаю, но опять же, огромная темпларка, огромная просто. Ее скоро нечем будет брать. Что там на темпларке вообще? БКБ Дезолятор Даггер или как у нее там вообще строятся артефакты? Когда-нибудь мы это узнаем, но не сегодня. Ну да. Я верю в это. Так, БКБ МК, но это еще совсем-совсем не скоро. Понятное дело, такая же примерная история. В Эмбер Спирита если он там вообще БКБ себе делает, ну и вообще должен, должен делать против Шторра Спирита и Марса обязательно надо. Даггер появился, вот Эмпларки, соответственно, Гизоль уже есть, соответственно, и БКБ уже есть. три ключевых артефакта в инвентаре, нужно идти вперед. Пока не идут. Но вот смог нажимается. Под смоки. Под смоки, да, можно организовать выход через треугольник какой-нибудь, завардить. Обязательно тоже важно треугольник вражеский, чтобы спокойно выходить в Рошана. Да, да. Или зайти и подраться там хорошо, тем более, что УДК форма заканчивается. Это в идеале, конечно, зайти на треугольник и кого-то забрать. А как насчет просто не заходить никуда, поставить один... А, не, все-таки поставили вардик, окей. Поставили вардик на горочку и забирают Рошана. Ноу сори, никак Гидрайт этому помешать не успевают, да и не могут, на самом деле. Я думаю, что они не знают, да? Да, да. С другой стороны, это вроде как их устраивает. Пока что, по крайней мере. Так. Ну, не знаю, не знаю. Против Темплара... Ну, опять же, Аегис первый. Аегис первый не так много дает. Вот они БКБ даже дались для Манки Кинга, но вот сейчас главное не подставляться никому. И опять, чинфит не устраивает непонятный. По одному не драться, не бегать и так далее. Шторм полетел, все, нашли ICQ на развороте. Арена пошла. Ой, зацепила как кофьем в итоге. Такое ощущение, что он уже увернулся, вкинул обратно, ну да ладно. Это то, что делает Аегис животворящий. Просто ты можешь врываться куда угодно, не бояться, на что он спирит, потому что ты, даже если у тебя заберут, ты рефрешнишься с фул ресурсами. Поэтому первый Аегис, на самом деле, именно с таким пилотом очень важен. Фармер здесь говорят. О, кстати, котел помогает. Ага, 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 ага. Шторм врывается в Асфольд, Асфольд. А че, не привязала Глиммер. Маник до конца, там прилетает много дэмэджов. Минус Таега. Ну, минус Таега, зато еще можно Аскольд попытаться забрать. Да, у него нет ремонтов, к сожалению, Аскольд. Но у него недалеко. Я к тому, что дополнительных нет сейчас уйти, и его, скорее всего, не отходит. Там еще Аркейн Руна лежит, кстати, для Шторма, прям шикарная находка сейчас. Ну, чейнфик продолжается. Вот как-то драка, да, где минус 5 сделали, я про Гидро, точнее, отдались сами. Они продолжают умирать раз за разом. Я говорю, один на еде. И один на один, скорее всего, здесь уже. Вот, потому что я не совсем представляю, за счет чего они должны камбэкать здесь. Единственный вариант, на что стоит рассчитывать, это, наверное, невероятно крутой ультимейт от Манки Кинга. Но для этого, для того, чтобы Манки Кинг убил всех, ему нужно очень много артефактов. Он должен вровень с Тэмпларкой идти. А он не идет вровень с ней. В первую очередь, тебе еще нужно, чтобы герой стоял в этом ультимейте. Темпларка, может легко из него выйти, или Фракшн Дайгер. и Шторм Спирид такая же история абсолютно. То есть, ты можешь убить только Марса в данный момент. И Рария это тоже прекрасно понимает. Контроля нет. Нужен башера обязательно, чтобы прыгать на героя, постараться его забашить хотя бы. Если ты забашишь его, то будет просто его убить. А Кик погибает мега килл, Глак Архангел гнал я на эту инчу, но сейчас он можно играть. Я думаю, что в какой-то момент, в какой-то момент, да, вот, собственно, видите, красненькие цифры, кружочки снизу, которые появились, собственно. На это все. То есть, это нельзя ни в коем случае забывать про Секьюр Рошана против Темпларки, Русевича, Шторм Спирита и подобных героев. Еще против Медузы я слышал, не самая интересная история, но это скорее второй Рошан. Вот против этих героев и про первого нельзя ни в коем случае забывать. 8000 преимущества, Рарри, Рарри, Рарри пытается убивать. Давай по одному, продолжайте так, дерево на дереве, Рарри продолжает. Против него БКБ есть, на самом деле. Манник много маны потратил. Его не так просто поймать, но он под Аркейн Рудный. Он себе может это позволить. Да-да, Смоук. Будут защищать Рарри. Я думаю, что они хотят догнать Манника, наверное, но он уже ушел. Ну как ушел? Он сейчас вернется, возможно отпушивать, хотя здесь Йонт рядом, ICQ показывается, и вот теперь, возможно, но ссори даже. Там спину уже выход готовится. Так, Йонт пищит, здесь не находит никого. Так, а вот выход спины это неплохо. Лесами, лесами пытается уйти, Блэк Архангела видит, но никто не хочет уже нападать на этого Ньчантра, Сенчатра здесь просто дивардит, или все-таки хотят? Да, нападают, ничего, ничего не надо. там стриг был, кстати, неплохой такой, по 490. Икратный, ничего себе. Я же тебе говорил, там, Доминейтинг, Мегакилл, и уже ничего такое серьезное. За нее, да, прилично денег дали так-то. Но все равно, у Дрима, конечно, доедалось, практически готовый на 27-ой минуте. И самая приятная история для Гидры. У Гидры потихоньку, башер, варится, варится, но еще тоже не совсем скоро и долго. Опять арена, кикт, погибает. Это уже третья арена в Снэпфайр и третья арена в Снэпфайр погибает. Башер ОМК появляется. Да, башер ОМК. Скоро будет, что, Шиву себе собирать? Насколько? И судя по всему на команду. Надо бы, надо бы. Конечно. Шива, БКБ, Удро. Вообще, так-то по артефактам уже неплохо. БКБшку дофармили, башер появился. Можно даже и попробовать подраться, но первыми подраться хотят попробовать на Уссоре, они разбивают еще один смог. Маник. Маник очень опасный. Даже без Аганима сейчас очень может порушить позиционку. Гидри придется как-то мансовать, придется протаскивать, сэвить. Дрим там увидел ДК. ДК увидели, нападает на него. МК успевает раскатывать арену. Как же быстро стирает просто Дрим. И здесь его как будто три не было. И следующий баш залетает в Ласхиро. Ласхиро пытается убежать. БКБ работает. БКБ заканчивается и заканчивается Ласхиро. Минус 2. Жесть там, Дима, да. Неожиданно и резко куда-то делась Темпларка. И Блэк Архангел тоже погибнет, скорее всего, еще раз. Баш проходит. И еще и молния. Да как же не везет Блэк Архангел здесь. 404. Опять за Энчантрос падает Т2-вышка. Резко камбэчная открывается. И вот, видишь, что происходит? В чем ключевое отличие гидры от команды NoSori. NoSori за все вот эти вот драки, которые они выиграли, они забрали только две вышки. Да, здесь сразу же ребята, ну, то есть они пошли только там после третьего раза, когда они выиграли драки, что-то ломать. А здесь, как только драка была выиграна, сразу же NoSori идут до вышки. Но тот, кто пока шторм помешал просто, не дал запушить Т2, так бы Т2 скорее всего в миде упало. Ну да, да, пушил пачку, хорошо. Важный момент, очень важный момент для гидры, прям шикарно, что остановили драка, подзаработал очень неплохо МК, мы видим, МК уже по нетворцу догнал темп ларку и Аскольд, что самое главное, тоже догоняет шторм спиритом. Это интересно сейчас ситуация была, бабка с штормом разминулись, такие, оф, мое уважение. Шторма бы убить. Ну, сюда уже просто перетянулась вся команда Гидра, сверху Ласт Хиро вернулся из таверны, занимает лес потихонечку Гидра, готова принимать драку, там скоро закончится основной таймер на Рошанок, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой, Ласт Хиро, братан, но там, кстати, врывается манник, БКБ нажимает, пытается котла хотя бы забрать, Дрим также прыгает в Рарри, Рарри очень больно, Рарри по хп уже потерял, будет драться, конечно же, до конца, отхиливаться как может, Смотри, пока под БКБ был на страйк. Не, удается. Мечиф. Мечиф как сработал хорошо. За счет мечифа отбелся просто Рарри и отъедается. Пассивку успел настакать. Да, там летела тычка уже фатальную, но успел он задоджить ее. Отлично сыгран. Да, Рарри красавчик. Но один в один размен, при этом потеряли котла и забрали Марса. Такой хороший размен. Хороший. Золотой выгодный. Вообще еще хочется штурмспирта убить у него гем. Гем, линкенсфера, БКБ. Ну, БКБ не бесконечное. Это да. Когда-нибудь будет момент, когда БКБ у него будет в КД, и он уберет. Угу, угу. Все, минус так. Тем не менее, Рарри приподнялся по Нетворцу практически вплотную. Уже приблизился к Кэмплар Ассасин. Ну, что там у него будет дальше? Башарт у него есть. Может быть, Скадзис? Скадзис, Скадзис нужен. Аганим, Скадзис, что-то такое. Ну, Скадзис пока. Туника еще падает, кстати. Потому что хороший артефакт для МК. В такой ситуации. Собираются на смок. Возможно. Потому что арены нет. У МК, конечно, в УКОНКС команд тоже отсутствует. Но у них все еще есть ICQ, который может прыгнуть. И Аскольд, который раздаст стиля, что называется. Если будет хороший таргет. Просканили бот. Увидели, что там находится кто-то. Там как раз два героя. Маник, у которого есть Блокимбар, Дабл Дэмэдж. И Йонда. Йонда увидели вот сейчас точно. Балмус страйк. Ну, Йонда заберут. Неплохой минус. Все-таки догорает. Да-да, заберут. Достаточно. Еще один стрик снимают. Кстати, да, Йон где-то там успел нахоботить себе немножко килов. Ой, Блэк Архангел. Блэк Архангел нельзя. Эй, как ударить. Ютож. На, просто. На, все-таки добили. Ты горел. Сверху. Ой, а вот опасно. Дрима поймали. Башики прокают арена от МК. Дрим пытается убежать. Убегает. Забашить бы. Забашить бы. Спрятался пока что в мелк. Ну, там бы, конечно, урона мало. Котел пошел на перехват. Вот на перехват вообще вся команда выдвинулась. БКБ закончился. Вот он залетает в план арена. А урона есть БКБ. А здесь ультимейт снэп файр есть. И Баш прокает прямо под ультимейт снэп. Идеально. Еще и стан от ДК залетает Ласкира. Проблемки у него. Базный страйк. Шторм пытается просто катить эту макаку. Макака погибает. Окей. Ласкиру. БКБ действует. Успевает убежать под вышечку. Под вышечку давить пойдут ли? Не знаю. Мне кажется, не стоит. Возможно, стоит развернуться. Шторм ПДД готов врываться обратно. Хотя здесь Аскольд. Опять Блэк Архангел. Опять это неузим Мэйнча. Но они Линка еще. Бегите, глупцы. Вы не пробейте их. Так, все. Ну, разошлись. Ну, слушайте, все равно драка хорошая. Несмотря на то, что МК потеряли, гораздо больше заработали у нас Гидро. Выбили Байдер, сломали 2. Они сейчас еще и вышки заберут 2. Это значит, что аванпост теперь под их контроль. И через 5 секунд появляется кто? Появляется Рошан. Забрать его, конечно, не представляет. Ему еще одна драка нужна под Рошана, потому что, во-первых, Макаки нет. И без него, наверное, драться не хотят. Сигурить. Просто сигурить территорию. Но к тому времени уже и Темпларка появится. Поэтому драку придется еще одну игру, чтобы забрать Рошана. Вот Vision расставили идеально вообще. Посмотри, весь лес там. Или в четвером появились. Да нет, я не думал, что в четвером. Нет, нет. В четвером не должны. В четвером не заберут просто. Они долго будут сбить, да? Макака через 30 секунд в Иконакс Команд будет. Арена Марса также появится. Ну, у нас полноценная драка на Рошпите должна быть. Или где-то около самого Рошпита. Тем более, что у Storm Spirit появился Аганим. И теперь он будет схватывать героев. И уже Ласкиро не промажет копьем, скорее всего. Ты недооцениваешь мою мощь. Подержи мое пиво, как говорится. Ладно, ну пока у Ласкиро, если честно, с копьями не очень. В этой игре. Ну, бывает, бывает. Особенно в ротации, что засидывать. Первое, второе. Так, Катик Клюв. БКБ, БКБ. А почему? Что-то как-то это. 70 секунд без ДК. Чейнфит? Да. Минус котел. Ну, у Котла хотя бы байбек есть. А, делал еще и хит. Это выход в Рошан. Это легчайший Рошан сейчас, Двену Сори. Им особо даже не пришлось прилагать каких-либо усилий. Просто вышли, забрали двух героев. Ну, спасибо за шар, спасибо за эйдис. Кстати, не забывайте кликать по баннеру под нашей трансляции от Эвен Лайн и получайте до 10.000 три бета. Это очень классная опция. Так, Оегис для Дрима. Шарди к себе кто забрал? Шторм? Видимо, шторм. Хороший шторм у Шторма в том числе. Очень сильные становятся на Уссоре. Но мы видели уже, как Дрим может отлететь. И, что самое главное, сказичь. Я знаю, что эта игра такая максимально равна в плане того, что каждый из камаз может в любой момент отлететь. Это на первой карте то же самое было. Рефрешер у Марса. На первой карте мы смотрели и ждали, пока будет драка за Рошана. На второй карте мы тоже ждали, что будет драка за Рошана. Но в итоге на Уссоре и в первый, и в второй Рошан забрали просто так, бесплатно, фрешный. 5000 преимущества. Подпушивают бот-линию Гидра. При этом спушили Т2 Тавр на Уссоре. Второй Т2 для них. Третий также потихоньку мы видим падает. И, скорее всего, Дрим перетянется туда, чтобы забрать последнюю внешнюю вышку Гидры. Ну, спокойно ее забирает. Выход в Хьюрикейн Пайк против МК. Так как какого-то хорошего точного контроля в БКБ не имеется, и замедлить темпларку чем-то не представляется возможным, если она в Аватаре находится. Ростов себе приобретает. Так, ну что, две Т2 вышки забрали, пока Егис есть. Но, сори, уже неплохо, как минимум. Все внешние вышки упали, наконец-то, у Гидры. Гидра заперта на своей базе. Там из нового у Манки Кинга появился Скадоний. Замечательно. Скадоний не знает, что такое. Не-не-не, я просто... Да, я... Ладно. Как раз то, что мы обсуждали на аналитике, я говорю про Скадий. А, да? Нормально, нормально. Саня, нормально. Добро пожаловать. Да что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Ну вот они забрали до Игуски. Ну классно. А ты не смог, полетел. Штор врывается. Поймали Эбера. У Эбера проблемы. Эбер, печенька, иди в ту сторону. Эбер умер. Байбай имеется. Да, два БКБ потратили приеду. Так, нормально? Да, шкарно-шкарно, шкарно-шкарно. Так, падает, падает-то три вышечки. Штор влетает. Залетает, ну арена от Марса, туда же. Ну все, сейчас либо камбэчная, либо похоронная. Не знаю, что-то должно произойти. Живет Кикит, погибает он. Байбэк имеется, три байбэка потратили. Манки Кинг, Бадлстракт залетает. Пошла арена от Макаки, все из него выбегают. Но арена огромная просто. Ласкира погибает без байбэка. Окей, БКБ потратил Аскольд. Ну три байбэка, и только один фраг, и только они задефли линию. Это очень много, конечно, по экономике сейчас они отдали. И в такую яму себя долговую закинули. Попахивает третий решающий. Скорее всего. Попахивает третий решающий, потому что Аегис не потрачен. У Дрима все прекрасно. Но залетают ребята великолепно. Гидра отличить ничем не могут. Просто потому что не хватает какого-то массового хорошего контроля. То есть у Носори есть вот этот врыв в виде Шторм Спирита. Дальше еще ставится на это все дело арена. Там какая-то белка привязывает одного-двух героев. И уже вроде классно. Вроде какой-то АОЕ контроль имеется. А у Гидры как раз вот с этим проблема. До 25-го Драгон Найта, когда появится Драгон Тейл по области, кого-то контролирует. О, это сложно. Нужно дожить еще. Ну да, это не скоро. Как минимум. Я не уверен, что Гидры смогут до этого момента дожить. Хотя одна хорошая драка для Гидры, где погибает Темпларка два раза. И уже все может измениться. Берст урона хватает. Как ни крути. Пока просто исполнение очень странное у Гидры на второй карте. Вот все началось с той странной драки сверху. Я все еще держу это в голове. И меня терзают, откровенно говоря, смутные сомнения. Касательно того, что там происходило. Ну, потому что кроме как чейнфидом это не назвать. Особенно последний фраг на Драгонайте, который... Я понимаю, что на него было ДД. Вот тебе команда уже вся в таверне. Ну, конечно. Треугольник по фарме. Ну, как бы, время есть. Все равно без тиммейтера ничего не будет делать. Но нет, он идет, умирает. Вот. И с этой драки все, собственно, началось. Гидры продолжают лететь все ниже и ниже по экономике. Но пока держатся. Опять же, вышку задефали. Т-3 стоит. Все хорошо. Линии не пушатся. То есть, в целом, играть можно. 12 тысяч пока что не приговор. Проблема в том, что Аеги все еще есть. Ноу Сори. И, возможно, ноу Сори сейчас еще один смог вот с появлением Марса. Разобьют и по две арены куда-то выйдут подраться. Было бы, конечно, неплохо сейчас до появления Марса где-то контр-атаку организовать. Но не выйдет, судя по всему. Ну, еще с Руис Блинк Армейдов Зис. Хочется, конечно, топ-ларки. Еще очень неприятная штука. Это то, что трапы по всей карте просто стоят. И довольно много информации. А когда темпларка купит Аганим, еще и сможет летать по этим трапам. Или улетать. Кстати, такое-то уже было. Да. Марс пока в Ниндзагире, в Смаке. Должны, конечно, какой-то на Ассоре провести атаку. Там Аегис потихоньку кончается. По-моему, секунд 30 где-то осталось. Ну и, возможно, даже будут заходить на хайграунд без Аегиса. Хотя это страшновато. Против такой большой арены и Эмбер Спирита, который все-таки вносит демидж под котлом, не очень хочется. Там фаерболы постоянно какие-то. Проседает Дрим довольно сильно, если он не находится в Блэкенбаре. А Блэкенбары уже у всех практически по 6-7 секунд. И стоять под заливкой Морти Маркиса с пикаплом долго не представляется. На базу массовое ТП делается, потому что Темпларк обрывается. Получает стан. Так, щиты спадают. Ультимейт Снэйфайр неплохой залетает. Под выпадение Аегиса хотели Дрима забрать. Не получилось. Арена ответная. Атлас Хиро. Окей. Забирает в это время у нас Эмбер. У Эмбера Бабейка нет. Сейчас Рарри в арене своем, может быть, умрет. Из арены нужно выбегать обязательно. Контроля не хватает в арену. Прямо сейчас вот просто некому остановить. Да, да. Сори. И это минус сторона. Это минус сторона, возможно, даже минус 2. Потому что причин отступать. Но, сори, я здесь не вижу. Арена. Причина арена от Марса. Да, поехали. Пустая. Что? Ну, не поймал, бывает. Ну, ладно. Зонящая арена такая, чтобы никто не мешал. Это как зонящая хроносфера, да, легендарная? Да, это примерно то же самое, только с ареной. Ну, 80 секунд не будет Эмбера. Будь здесь и Эмбер, конечно, гораздо сложнее было бы забирать сейчас вторую сторону. Но они и вторую заберут. Дримлингка сбивается. Ласт Хиро. БКБ нажимает, чтобы точно забрать вторую сторону. И так получается, да. Кладает второй сайт. Дрим. Добивает милишный барак. Добивает еще катапультики. Отпушивает Рарри топ, чтобы крипы не заходили прям под Т4, естественно, никаким образом. И Рарри страдает очень сильно. Залетает. Ой, как Манник залетел по троим. Привязочка. Минус три героя у Гидры. И похоже, что надо уже писать те самые две заветные буквы. Тем более, что и Асикир еще погибает. Он сразу же байбекается. Рарри остается чуть ли не один. Рарри в таверну. Байбек имеется. Но двух сторон уже нет. Третья сейчас так же упадет. БКБ имеется. Влетает Рарри во всех. Арена есть. Вуковус команд пошел. Баунный страйк по двоим неплохой. Но вы без трех сторон играете, ребят. Это нужно помнить. Еще и БКБ заканчивается. Да, его сейчас варенье прямо убьют, если что. Его выкидывают. Неизвестно куда. ДГГ. Собственно, что можно сказать? Ну, вот это заливная, конечно. Да, Серед? Да, вообще. Нормально, нормально. То есть ты видел вот эту драку сверху, которая... С чего все началось? Драка сверху и потом еще штук пять. Ну да, да. Вот именно волна вот этого. Потому что до этой драки по-хорошему так-то ничего не предвещало беды. Все хорошо было у ребят с командой Гидро. То есть они лидировали, они вели. Просто какие-то непонятные ошибки в плане, ну, я не знаю, разгильдяйства какое-то получается. Разгильдяйство, да. Начинается вот это по одному хождение. Нас не убивают, мы тут ведем, мы все можем и так далее. Одного забрали, второго забрали, кто-то на помощь идет, третьего забрали. А потом еще и пятого забрали, который там всю карту шел один, там, ДК там лежал. ДК, ДК в форме, да, я пришел, помню. Ну, в общем, конвейер какой-то на протяжении, там, пяти-семи минут происходил. Ну, понятное дело, там все разом отыграли у нас ребята из NoSori и забрали карту. Ток-3 прошлого сезона, как бы, нет-нет. Ты про AnnoSori, Миша, да? Да, да, да. Никто же не спорит, никто же не... Вот. Вот она, вот она. Мы начнем с самого вкусного, давай. Поехали. Так. Хорошо, пригвозили. Сейчас Марса заберут Эмбера. Хорошо такое. Ладно, у нас нет керри. Давайте, наверное, обычно... Он бежит. С саппортами, с саппортами давайте растянем, отдадим одного или второго саппорта и просто все отступим. Вот, забирают котла. Болтый-желтый. Бабка, ну, бабку тоже отдаем, ладно, пофигу. А вот и он, вот и он приходит сюда. Привет. У него же еще и блинкдаггер был. Он форму нажал прям вот буквально за секунду до этого прыжка. Я вообще не понимаю, что это. Он почти, кстати, добил шторма. Возможно, в этом был план какой-то, типа, убить шторма, сбить стрики и заработать хоть немножко денег. Но в итоге это только усугубило положение команды Гидро. И вот продолжается то же самое. Опять же, шторм прожимает БКБ. Снова сюда раз, сюда два. Команда вот только сейчас приходит. А тут уже арена Марса. Ну, в общем, все очень плохо. Привязка залетает. Хорошая, кстати, от Йонда. В очередной раз. Эмбер-спирт ничего не сделает. Ну, вот нечем, нечем останавливаться. Контроля нет, да. Контроля под арену Манки Кинга, к сожалению, не хватает. Ну, то есть все просто убегают. Как появляется Блокенбайн, вообще всем плевать. Да. Да. И это проблема. Не хватает, конечно... Вот все, я жду Энигму. Все, я жду Энигму в этой встрече, честно говоря. Но, видимо, она не появится. Которая все это засосет? Которая все это засосет. Обратно в арену. То есть все убегают, знаешь, что тут еще шардиком, когда ты держишь. Ну, это хоть как-то. Просто герой сам по себе сильный еще и на линии. Ну, ладно, это в следующий уже будет. Причем они в какой-то момент отыграли вот это все свое гильдайство, да. Неплохо они там пошли. Сделали какие-то определенные фраги, киллы. Но после этого опять на те же грабли, опять мы фидим. Да, когда ДК просто останется без байбека, перед вторым Рошаном, когда у тебя до Темпларки, до Манкинга еще остается 15 секунд, ты просто берешь, стоишь на хайграунде. Реакции нажать блокинг-бар, соответственно, нет вообще. Мы, я думаю, увидим этот момент. Уф, там только залили, конечно, один из следующих. Момент, когда тут, собственно, контратака какая-то, команда Гидра, у них реально урона хватает. Если они нормально нажимают в тайминг кнопки, да, в какую-то соло-цель. Да, тут неплохо сейчас. Они ее стирают очень быстро. И ничего найдется там. Баш, молния сейчас футит по ней. Но не пройдет, и там минуты, они сейчас умрут сразу же. Да, и вот после этого они как раз станут там на хайграунде. Вот, да, вот здесь сейчас, смотри, раз, поймали, вытолкнули. Арена, конечно, так себе, но Шторм все компенсирует. Здесь привязочка залетает, и вот Темпларка просто наваливает. Ну, тут и разменяют один в один, тут Котлана. Раре еще еле-еле. Там Раре сейчас успеет, смотри, Мисс Чиев. Мисс Чиев. Или это было уже? Нет, было, было, было. Котлана Марса заменяет. Окей, это уже было. Момент, хайп упущен. Да, на самом деле у Раре тоже игра такая пошла. То есть он вроде как делал все Кейна, не так много у него было ошибок, кроме линии, потому что на линии там вообще какая-то жизнь была. Его банк страйк, который он не всегда, он не всегда попадал по героям, и были у него некоторые косяки, конечно, но в целом, в целом отыграл вот после появления уже каких-то предметов именно в мидгейме не так уж и плохо, но под него ничего не было, вот это была проблема. И здесь вот хороший момент был тоже для Гидры, потому что, да, тратится в Конгст Каман, но БКБ Раре не нажимает, ждет, и в итоге Дрим потратил БКБ, а за ним в погоню пошла всякая Монгига, и его забирают, вот это хорошее. Но там сразу же потом ответочка будет, если не ошибаюсь. Ну, под ультимейт снэпки, да, хорошо закомбинили, сейчас заберу здесь как раз-таки Эмпларку, но то Шторм на развороте врывается, он сейчас заберет Монгига. Ну, байбэк, байбэк выбили тоже, это хорошо. Ну, Архангел, байбэк Архангел, если честно, не знаю. Вот, вот этот момент, вот смотри, у тебя... Да, а что он делает? Ну, где реакция на Блокенбар? Ну, ты видишь, Шторм... А чё, ты видел сначала, он бегал туда-сюда, что он делал? Ну, Монгиг в таверне сидел, вот он только появился, Монгиг вон, вниз идет фармить, он только с колодца ушел. Да. И все, у тебя Архангел стоит, ну, как бы, ты должен это понимать. Нет, Сихио, конечно, показывает хорошую игру, иногда, но не в этой, но не на этой карте, на этой карте, да, да. То есть, на этой, прямо, вообще, непонятно, действует. Он не здесь. Здесь, ну, опять, у тебя Монгкинг справа, сплит пушит, в пятом врывают, ну, короче, забей. Ну, когда Аганим появляется на Шторме, там уже... Там уже все, да. А тут и перифарм огромный, если посмотреть, да, то есть, похода... Да, у тебя Монгкинг, который имеет на этого, что у тебя и Эмбер просел. У тебя, у тебя ДК, очень бедность. У тебя, у врага, Темпларка, который ничего не бойцы, Шторм, которого он уже, мини-блэкхолл имеет в наличии, влетает каждый раз, впягиваетесь у команды. Да, у него еще выпал этот... Релик иметь, что ли? А, Таймлос Релик, да? Да, 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 Релик. Совсем затяжка, прям, в секунду так, на три. Ну, что, третий, зато решающий, а будет суперинтересный. Хочется увидеть, конечно, другие немножечко... Я согласен. Другие негативы. Интересно будет посмотреть... За ICQ? Не только, за всеми, на самом деле, за решениями. Слишком много внимания. По макро, по микро, будем за каждым моментом, как говорится, следить и разбирать его детально, потому что, ну, вопросов очень много после этой карты, крайне говоря. Ну, да ладно. Можно сравнить финальную статистику после второй карты пока что. Ну, что-то. А Игорь, кстати, сильно решает, опять же, да, вот, который не забирает. Второго Рошана на халяву отдали. Первый еще ладно, полбеды. И, кстати, уже вторую карту подряд получается такая, что Гидро вообще не могут нормально сетапить драки за Рошана. Вот как раз на первом Рошане все и начало идти в гору у Ноуссори. Они захватили преимущество. Они сделали там 4 килла, по-моему, или 5. Манник очень сильно поднялся. Смог приобрести себе Линкенсферу за счет этого. Поэтому первый Рошан тоже сильно порешал. Второй вообще ICQ погиб. И все, и за счет этого Ноуссори такие, ну ладно, окей. У меня так двоятся буквы М издалека, из моего зрения. Мамник. Мамник. Это лучший ник для паблика в Доте. Мамник. Это как вчера лучший ник в Доте. Знаешь, какой еще? Дежурный пиджак. Тетя Груша. Тетя Груша? Нет, тетя Груша и так. Дежурный пиджак. Рубрика Дежурный пиджак. Отлично звучит. Ладно, статистика по корам. Ну, кстати, по кэри все не так плохо. Мы видим, что плюс-минус равненько надамажили, что Манке Кинг, что Темпларка. У Темпларки, понятное дело, по строению урона выше, потому что, ну, как бы герой под это больше заточен. Но в целом МК себя неплохо показал. А вот Эмбер, наоборот, я от него больше ждал. Я ждал, что у Эмбера будет тут вообще топ ДПС-ом. Учитывая, что он играет под котлом. Вот в этом мидгейме, где он шел, ничего не боялся. Он там очень много нафидел. Каждый раз ловил копье, каждый раз умирал. Копье умирал, копье умирал. Ну, и вот как раз там смерти 3-4 он так и сделал. Да, ну и Шторм, который 13 на 1-19 отыграл здесь, конечно. Неплохой дамаж, кстати, от Марса, по итогу получилось. Да, Марс хорош, жестко. Хотя у вас Херо с копьями тоже там были мемы различного рода. Кто не ошибался, господи, в доте, тебе умоляю. Нет, ну, естественно, я же не говорю, что от этого игрока есть. Это знаешь, как пристрелочный. Два раза промазал по саппорту, третий раз попал в кора. Так что все нормально. Ну, конечно, конечно. Это четверть всего дамажа от его команды, 26. Смотри. Ну, вот котел. 0-9-15. Нет, котел. Все, соло-мидл. Это да, работает. Не всегда, на самом деле. Ну, больше всего, слой. Ну, часто, часто работает. Я бы посмотрел статистику, потому что у меня, мне кажется, другое мнение на этот счет. Ну, ладно. С него сегодня сработал. Сегодня тундра играет с котлом. Тундра с котлом. Играют, было дело. На мажоре многие пытались играть с котлом, но, мне кажется, процентов 80 проиграли с этими домами. Это как он. Тебе надо уметь просто с ним играть. Да это да, это правда. Мне нужно оставить, я говорю, статистику лучше. Копировать стратегии, не знать, как с ним играть, это одно. А знать, как с ним играть и просто разваливать всех, это совсем другое. Самый быстроформящий герой с миды. Это как его, как Артизи на каком-то, в пятом инте, не в четвертом, в четвертом инте, когда он... Метовый Разор был, Войт и Скай, вот. И, соответственно, он играл на Разоре. Все пытались копировать Разора, у Разора было винрейт 35%, ну, треть, да, там, ну, 33, там, и 3. Соответственно, все проигрывали с ним, а Артизи было... Я тебе же не говорю про то, что... Что-то из типа 7-1. Я же не говорю, что котел плохой герой в миды. Именно как раз-таки ведут к тому, что не все могут с ним играть. Вот, я тебе о том же говорю. Это правда. Так что, пай, пай. Особенно такая ситуация и получается. Ну да ладно, что ж, все решится в третий решающий, но после небольшой паузы совсем скоро вернемся к вам. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok